Привет всем, кто смотрит! Вы находитесь на канале Канада Лайф. С вами Роман, и тема сегодняшнего видео это моя работа водителем в Канаде. В общем, время сейчас 5.34 утра, и я еду на работу. Я вам в некоторых видео говорил, кем я работаю. Я работаю водителем. Для тех, кто не знает, я работаю водителем мусорной машины. В общем, собираю органические контейнеры по городу. Работаю на таком грузовике, можно сказать, специализированном. Он весит 15 тонн, когда он пустой. У него воздушные тормоза и три оси. Вот, как-то так. Потом вам дальше увидите, засниму. В общем, получил я разрешение на съемку. Но сказали не снимать компанейские логотипы. Не знаю, зачем им это нужно, но такие вот дела. Так что утро, морозное. Примерно машина пишет минус 5. Мне кажется, там чуть холоднее, может быть, на ветру даже. Машина пишет минус 5. Мерзкая какая-то слякоть на дороге. Не знаю, реагент, что ли, какой-то. Так что снимаю вам реальность. На некоторых каналах есть видео про типичный день, типичного эмигранта. Да-да, вот примерно так типичный день типичного эмигранта и начинается. Может быть, не у всех в 5.36 утра. Вообще-то из дома я выехал в 5.20. Так что такие вот дела. На работу мне нужно прибыть в 6. По утренним дорогам, естественно, я спокойно долетаю. Тем более сейчас изоляция, коронавирус и все такое прочее. Вообще никого на дороге почти нет. Так что еду на работу с утра. Что у нас? Сначала начинается с проверки машин, а потом все синхронно выезжают с базы на маршрут. Некоторые ребята у нас работают. В общем, есть несколько отделов. Кто-то собирает контейнеры, именно стоящие в аллеях. И им не приходится выпрыгивать из трака все время. Я же собираю контейнеры, которые стоят в различных комнатах. Внутри, может быть, даже каких-то комплексов жилых. Потом на самих плазах, на вот этих площадях есть такие места, где стоят контейнеры. Так что туда нужно припарковаться, выйти. Из трака у трака, кстати, очень такие крутые ступеньки, можно так сказать. Поэтому работа это не для людей в возрасте, можно так сказать. Надо все время двигаться. Должны быть хорошие плечи, спина, колени. В общем, все должно быть путем. Некоторые, конечно, работы водителям там как бы сел и едешь. Но это уже водители первого класса, да, дальнобойщики или что-нибудь такое. Все, что не дальнобойщики. Но даже дальнобойщики тоже иногда слышал, что даже им приходится иногда помогать разгружать свою фуру. Так что по-разному. Разные нюансы в разных компаниях. В общем, разные классы машин. Права у меня третьего класса, как здесь классифицируется. Это вот права. Третий класс с воздухом. Так вот это называется. Я пошел в школу. В школу вождения. В общем, когда перестал быть механиком. И просто вот взял курс. Курс этот стоил на то время 1400 долларов. Вот. В общем и целом это заняло где-то две недели. Кажется, две недели, да. Вот. Сдал экзамен и пошел искать работу. Вот такие вот дела. Еще вам расскажу. Дальше. Как это все происходило. Сейчас я тут подъезжаю. Надо взять немножко позавтракать. Вот. Кофейку взять. В Макдональдс заехать. Вот вам типичные будни типичного эмигранта. Встал, поехал на работу. Надо работать. Тем более у нас такая индустрия, что коронавирус, что не коронавирус. Как у нас говорится, мусор не спит. Так что такие вот дела. Так. Ну что. Заряжаюсь кофейком. Макдональдс. Время. Пять сорок девять. Я нахожусь буквально в пяти минутах от работы. Если кто-то посмотрит мое видео про то, как я был механиком, как механикам платят. Если кто-то не смотрел, посмотрите. В общем, оно сейчас тут где-то на экране появится. Это вот здесь, наверное. Вот. Значит, у механиков зарплата нестабильная. Можно так вкратце это все описать. Да. Хоть механикам платят такие интересные там цифры в час. Но, как я говорил в своем видео, этот час нужно заработать. Поэтому тебе могут платить там... Мне платили 33 доллара в час механикам. Значит, тебе могут платить хоть 50 долларов в час. Но если ты этот час заработать не можешь, неважно. Вот. Поэтому я взял... Надо было что-то делать. Потому что у меня семья, ребенок. Вот. И индустрия очень поменялась. Механиков. Так что я пошел вот в школу вождения. И начал искать работу. И, кстати, работу я начал искать водителем в очень непростое, в плохое время, можно так сказать. Потому что в апреле 2018 года здесь была нашумевшая авария. В общем, какой-то водитель индус, да, новый водитель, который водит всего лишь месяц такую дальнобойную фуру, в общем, въехал в автобус, наполненный детьми, хоккейная команда. В общем, ехали с игры или на игру, я забыл уже. Вот. И много детей погибло. После этого, естественно, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В общем, после этого вся траковая индустрия вздрогнула. И произошло очень много изменений. Значит, я говорю про водителя фуры. Значит, это водитель первого класса. В наше время, теперь уже после, два года спустя, школа вождения, курс вождения на водителя первого класса стоит 10 тысяч долларов. Где-то 9700. Ну, можно округлить до 10, потому что тест стоит 500 долларов. Так что за 10 тысяч долларов и там сколько-то, теперь уже намного больше часов вождения, там 120 часов вождения, что-то такое. В общем, до этого инцидента, да, могу вам сказать, что вся траковая индустрия, водительская индустрия здесь, вот водителей дальнобойщиков или даже вот водителей по городу доминируется индусами. Индусы в какое-то время здесь, в начале, кажется, 2000-х, приезжали сюда с востока страны и здесь начали сбивать цены. Вот, и все такое прочее. Работать парами, ездить там парами или тройками или четверками, я не знаю там сколько их было в одной машине. В общем, начали перевозить грузы нестандартными методами. Появилось полным-полно различных индусских школ вождения и всего такого прочего. И вот на этой почве некоторые люди, здесь, можно так сказать, белые водители, абсолютно уверены, что индусы просто своих протаскивают в индустрию. В общем, на дорогу попадают не очень хорошо квалифицированные водители. Вот как раз-таки из-за этого многие говорят, что и случился этот инцидент. Это авария с хоккейной командой. В общем, такие вот дела. И как раз-таки это случилось в апреле 2018-го, а где-то в июле 2018-го я начал, как говорится здесь, зеленый водитель. Да, абсолютно без опыта, учитывая даже, что у меня есть английский. Я здесь живу 23 года, кстати, вот в марте 2020-го было как раз 23 года. В общем, учитывая это, было, кстати, тяжело найти, достаточно тяжело найти работу. Потому что многие компании просто не хотели брать новых водителей, не хотели рисковать. Именно вот, особенно вот, как бы, как говорится, прямо вот после того, как это все случилось. Так что, я считаю, в то время мне как-то, можно так сказать, повезло. Я хотел попасть вот в эту компанию, на которую я работаю. И мне дали шанс, можно так сказать. Я пришел, прошел интервью. Меня посадили за руль, сказали, едь, мы хотим посмотреть, как ты ездишь. Естественно, нужно было сдать там вот документы, вот это вот, это здесь называется водительский абстракт. Водительский абстракт, это, в общем, записи там вот всех штрафов и всего такого. В общем, вся водительская история за 5 лет нужно было сдать. У меня эта история чиста. В общем, это большой плюс, если у вас нет никаких аварий, нету никаких штрафов. Вот. Я приехал, и мне дали работу. Первые там, сколько-то, месяца 3 я просто ездил сначала просто в пассажирском сидении. Ну, не месяца 3, а первый месяц, как минимум, я ездил просто в пассажирском сидении. Мне даже не давали рулить. Мне показывали нюансы, мне рассказывали постоянно. Я просто ехал с водителем. Это еще третий класс вождения, это даже не первый, это не гигантская фура. Вот. Но все равно, это серьезная машина, которая весит 15 тонн. В общем, мне рассказывали. Потом мне уже дали как бы сесть за руль и сказали там, вот тоже рядом сидел человек. Все, сказали, едь, давай будем потихонечку ездить. Это было лето, это не была еще зима. Вот. И после какого-то времени вот этот человек просто подписался, можно так сказать, под моим именем. Сказал, что вот он может спокойно водить сам. Может спокойно водить сам. Вот тут уже люди на работу идут. Так что, потом уже начал водить сам, сам ездить по маршруту. Мне дали маршрут, определенное количество остановок в день. И вперед с песней. И вот уже там, тут я работаю два года примерно. Вот в июле будет два года, в июле 2020-го. Так что, ладно. Уже заговорился. Время 5.57. Мне надо бежать на проверку машин. Сейчас я вам буду все поочередно снимать. В общем, не стал я вам снимать утреннюю проверку, потому что там, я считаю, все и так понятно. В общем, проверяем машины, давление в колесах. Проверяем воздушную систему. Все делается синхронно. Там еще есть момент, когда мы задерживаем тормоза, чтобы послушать все одновременно. Чтобы послушать, нет ли какой-то утечки воздуха, например, с воздушной системы. При этом начальник ходит вокруг машин. Потом начался сильный снегопад, честно говоря, и снимать было вообще просто невозможно. И, я бы сказал, было так достаточно темно еще. Так что, я уже начал свой маршрут. Вот приехал в одно здание. Ко многим зданиям у меня есть ключи, пульты, в общем, чтобы зайти, или коды, или коды, как хотите. В общем, тоже еще один такой нюанс. Когда меня брали на работу, нужно было сдать, взять в полицейской станции письмо про то, что у меня нет никаких нарушений криминального кода, в общем, что у меня не было никаких судимости и всего такого прочего. В общем, для таких вот целей, потому что я захожу в подземные парковки, там, где у людей стоят машины, стоят велосипеды. В общем, ну, естественно, все закрыто, но, тем не менее, у меня к этим местам есть подход. Вот, для этих целей. Тоже еще я сдавал мочу на то время, тестировали вот на наркотические вещества. Сейчас у нас трава марихуана легализирована полностью, поэтому я не знаю, как работает этот нюанс для новых водителей. В общем, могу вам показать, вот такая у меня кабина, у меня два руля. В общем, машиной можно управлять с этой стороны. Это очень помогает, когда я еду сквозь какой-то комплекс, и контейнеры стоят внутри комплекса. Я могу быстренько выпрыгивать с той стороны и подгонять контейнеры к щупальце, которые на стороне. Я вам еще дальше покажу. Плюс у меня есть вот такой планшет, и здесь у меня маршрут весь город, и вот красненьким это все мои остановки. Так что, вот такие вот дела. Значит, будучи водителем третьего класса или первого класса, начинается такая, как бы, как вам сказать, отчетность и ответственность, потому что вы считаетесь профессиональным водителем. Вы, как бы, становитесь, входите в категорию, что здесь называется professional driver, профессиональный водитель. Не тот, что валит боком по парковке, а именно, где намного больше ответственности за то, что вы делаете на дороге, в каком состоянии ваша машина, и в плане отчетности, скажем, сколько времени вы провели за рулем, и все такое прочее. В общем, в разных компаниях эта отчетность ведется по-разному. Во многих компаниях, например, фуры, вот люди, которые вот водят такие дальнобойные фуры, у них отчетность уже давным-давно сделана электронным путем. В нашей компании отчетность, сколько времени я провел за рулем, против сколько времени я провел на работе, но не за рулем, и сколько времени я провел не на работе, ведется до сих пор ручкой на бумаге. Поэтому у нас есть специальный лист, где эта отчетность ведется, мне в конце дня нужно это все делать, потому что, если что, то эти бумаги будут рассматриваться. На тот случай это, как бы, насколько был уставший водитель, если что-то произошло, какая-то авария, например. Поэтому вот такая вот отчетность и ответственность начинается, когда вы получаете определенный класс вождения здесь. Значит, что вам еще рассказать? Да, вот, в принципе, вступая вот в ряды третьего класса с воздухом, да, с воздушными тормозами, вот это вот все дело начинается, особенно с воздушными тормозами. Значит, можно получить и пятый класс вождения с воздухом, это, например, вам даст возможность делать какие-то доставки по городу и все такое прочее. Можно вообще даже просто иметь пятый класс вождения и делать доставки по городу со своей машиной, полно компаний, которые этим занимаются. Ну, вот, сейчас вот проезжает такая вот фура на заднем плане. Вот, чтобы такое водить, да, вот, чтобы такое длинное водить, нужен первый класс вождения. И многие компании это запрашивают. Там совершенно другая, мне платят, например, по часам, да, там совершенно другая структура. В некоторых компаниях платят по часам, в других компаниях, которые там гоняют в Америку, им платят там по милям или по километрам, сколько-то центов за километр. Плюс туда можно устроиться, если вы, как бы, владелец-оператор, как здесь называется, Honor Operator. Или, как пишут на объявлениях на работу, О, черточка О, как бы Honor Operator. Да, это если у вас уже свой трак, и вы готовы просто зацепить фуру и поехать в Америку. Вот, так что различные нюансы существуют в этой индустрии. До сих пор, я бы сказал, на нашей планете, все, что вы имеете или можете купить, доставляется траком или фурой в магазин. Пока что лучшего способа человечество не изобрело, поэтому в этой индустрии все равно работ хватает, я бы сказал. Значит, даже здесь начинается такой, я бы сказал, перелом, где скоро будет не хватать водителей, мне кажется. Это я слышу уже неоднократно от многих водителей, которые давно за рулем, потому что им всем нужно на пенсию. И, честно говоря, молодые люди моего возраста или моложе особо не рвутся быть водителями. Хотя, вот, я могу сказать, что здесь стабильный заработок на 25% больше, чем я зарабатывал механиком, к сожалению. Вот, при этом мне в час платят меньше. Вот в этом вся и фишка, потому что у меня получилось больше стабильности. Плюс здесь есть сверхурочные. Сверхурочные платятся в полтора раза. Еще с сверхурочными есть такой нюанс. Есть компании, которые платят сверхурочные после 80 часов, когда вы наработаете больше, чем 80 часов или больше, чем 40 часов в неделю. А есть компании, которые платят вам сверхурочные после 8 часов в день. Значит, проработав 9 часов в день, вы получите 1 час переработки. И вам не нужно набирать 80 часов, чтобы вам начали платить переработку. Сверхурочные, как правило, платятся в полтора раза. В общем, ваша часовая ставка разделить на 2 и просто прибавить к вашей обычной часовой ставке. Вот так вот в полтора. Поехали, в общем, дальше. Буду ехать дальше по маршруту. Дальше я вам покажу, как же это все происходит. Сейчас я вам покажу, как же я закидываю контейнер. В общем, поехали. Сейчас я вам на следующей, может быть, остановке или где-то, где будет контейнер, без логотипа. Потому что мне почему-то сказали логотипы не показывать. Я вам покажу, как же действительно происходит, что же я делаю. Вот такие дела. Поехали. Значит, подъехал я на объект. Все достаточно просто. Здесь у меня джойстик на пассажирской стороне. Здесь контейнер и щупальца. Легким движением руки. Контейнер закидывается, опрокидывается. И потом я его отпускаю. В общем, так все очень легко происходит. Достаточно, я бы сказал. Ничего особенного. Главное, самое естественное, то, что происходит на дороге. Значит, мой весь маршрут построен таким образом, что куда бы я ни приехал, я так свой маршрут выставил, то, что куда бы я ни приехал, контейнеры будут с правой стороны, с пассажирской стороны. И чтобы мне не бегать вокруг машины постоянно на пассажирскую сторону, то я просто вышел и мог быстро контейнеры выкатить. Так что, такие вот нюансы. Плюс, сегодня выпал снег. Как вы видите, до сих пор сейчас уже солнышко выходит. Наверняка, надеюсь, это все уже растает. Сегодня 6 апреля. Но все равно, так, минус 4 до сих пор. И снег в районах лежит. Большинство главных дорог только обрабатываются реагентом. А вот дороги в районах нужно тоже знать, быть очень аккуратным. Хоть и у этого трака замыкаются дифференциалы и все такое прочее, и все очень круто, можно попасть в ситуацию. Так что, нужно знать город, нужно знать пригорки, нужно знать, где нужно, там, где вам нужно задом сдавать и все такое прочее. Где вы можете потерять инерцию и просто застрять. На какой холм лучше не ехать. В общем, есть нюансы, где мне нужно просто позвонить диспетчеру и сказать, я туда не еду. Плюс, некоторые моменты я могу просто снять на планшет, сделать фотку определенного объекта и послать это диспетчеру. И сказать, я в эту горку не поеду, потому что я могу попасть в аварию. И это абсолютно нормально. Мусор все равно заберется, может быть, на следующей неделе или через день. Или они могут послать человека, который не ведет большой тракт, чтобы забрать один маленький контейнер. Так что, такие нюансы тоже присутствуют. Остановился я на обед. Хотел несколько пунктов вам затронуть насчет профессионализма, отчетности, ответственности. В общем, во многих компаниях в траке есть GPS. Значит, все ваши движения, все ваши остановки просматриваются, проглядываются. Ну, или кто-то их может посмотреть, если им так захочется. Значит, также превышение скорости. Если я превышу скорость на 9 км в час, выше, чем написанное ограничение, то моему начальнику придет автоматическая смс. Если я где-то буду сидеть больше, чем полчаса, опять-таки начальнику придет автоматическая смс. Если вы сидите где-то больше, чем полчаса, вы все равно должны это записать в ваши записи водителя. Потому что здесь, опять-таки, отчетность у профессиональных водителей. Это относится к коммерческим в большинстве машинам. Значит, коммерческая машина здесь считается... Это все машины, которые весят больше, чем 4 тонны 500 кг. Значит, это считается как коммерческая машина. Здесь на выезде из города есть весы, как и везде. Но, помимо этого, в городе еще есть такие мобильные точки проверки. Они называются DOT, это Department of Transportation. Это, в принципе, департамент транспортации, транспортировок. Вот эти ребята, они могут проверить вашу машину, могут ее взвесить. У них есть мобильные весы. Вы просто наезжаете на такие квадратики. У них все есть. И здесь нет взяток. Вы можете получить штраф, если что-то не так. Или если у этих ребят плохой день. Поэтому никаким образом вы не договоритесь, если у вас что-то не так. Поэтому ответственность, когда уже вводите вот такого вида автомобиль, уже лежит на вас. Значит, опять-таки, все цепляется одно за другое. Здесь везде эффект домино в этой стране. Значит, если вы получили штраф, то это ваш штраф, он идет против вашего стажа вождения с этой компанией. Если вы получите штраф за превышение скорости, например, то это бьет по страховому полису общему той компании, на которой вы работаете. Значит, там работают уже опасные водители. Значит, при переоформлении, может, полиса, вы можете стоить больше денег. Значит, от вас могут просто вежливо избавиться. Или найти способ, как от вас избавиться. Поэтому, опять-таки, превышение скорости, любые косяки по вашей машине. Там, зеркала, лампочки, регулировка тормозов, резина. В общем, все, что вы можете проверить. Жидкости, там, я не знаю, если что-то течет. За это вы все можете получить штраф, и это может ударить по вашей репутации в компании. Так что, опять-таки, относясь к превышению скорости, платят вам по часам в большинстве случаев. Поэтому спешить некуда. Тише едешь, дальше будешь. Значит, про профессионализм, да. Здесь на дороге хватает идиотов, как и везде. Значит, когда вы ведете большую машину, всем кажется, что вы самый медленный. Вас нужно обогнать, подрезать. В общем, полным-полно случаев. Можно отдельный канал на YouTube запилить. Просто с видеорегистратора, который будет висеть у меня в траке. Это происходит 365 дней в году. Поэтому вы должны на дороге, так же это относится к ответственности и ко всему. Вы должны на дороге себя вести просто спокойно, как танк. Потому что сейчас везде у всех камеры, правильно. Либо видеорегистратор, либо просто телефон. Особенно сейчас коронавирус. Людям нечего делать. Я не знаю, они достают телефон по каждой возможности. Если вы что-то сделаете на дороге, что-то тупое, если вы попробуете кого-то проучить или что-то такого рода, начнете на дороге какое-то что-то мухлевать. Во-первых, как я вам уже говорил, мой трак усыпан просто логотипами. Значит, я просто ввожу большое рекламное полотно. В общем, вот моя кампания. Если я что-то сделаю за считанные секунды на дороге, после какого-то инцидента, я могу стать просто звездой Ютуба, Твича, Инстаграма или Фейсбука или неизвестно чего. Если это дойдет до моего босса, то меня просто уволят. Потому что им такие работники не нужны. Поэтому вести себя на дороге нужно, соответственно, просто ездить по правилам. Спокойный как удав, спокойный как танк. Как говорил мой инструктор в школе, у всех на дороге, когда вы ведете вот такой трак, особенно как у меня, например, 15 тонн пустого веса, у всех остальных на дороге есть два выбора. Они могут ударить ваш трак и посмотреть, если он поедет быстрее, или просто вас объехать. А вы просто, вас не должно ничего колыхать. Вы должны просто ехать и делать свою работу. Особенно вам платят по часам. И это вот очень большой такой пункт, я считаю. Это тоже относится просто к настрою, который вы должны иметь, когда вы водите вот такой автомобиль. Поэтому это вот очень-очень важно. Вот такое вот отношение, значит, профессионализм. Как вы себя ведете на дороге, вы не должны... Все должно быть в порядке, в общем. Не должны получать никакие штрафы, приезжать на работу вовремя. Опять-таки, в отношении к наркотикам и алкогольному опьянению у каждой компании есть свои правила. Я не помню, сколько у нас лучше, естественно, чтобы эти правила даже близко не затрагивались никаким образом. Потому что здесь могут очень быстро настучать на вас. Если кто-то что-то подумает про вас или заметит, с этим делом лучше не шутить. Опять-таки, вы просто потеряете работу и потом вряд ли ее найдете. Значит, у нас в компании есть правило, кажется, нельзя пить последние пять часов или что-то такое. В общем, смотря как пить, опять-таки, это все... В общем, лучше, естественно, пить на выходных, приходить на работу как огурчик, свеженький, готовый к работе. Значит, опять-таки, еще раз повторюсь, у вас для такой работы, я считаю, у вас должны быть хорошие локти, плечи, спина, колени. В общем, эта работа как бы достаточно физическая, потому что, например, есть еще нюансы. Я контейнеры подвожу, например, такая именно специфическая работа у меня, да? Я контейнеры подвожу к машине, нежели чуваки, которые у нас едут просто по аллее и собирают вот щупальцей, уже смотря в камеру, да? Я подвожу контейнеры. Контейнеры имеют абсолютно различное содержимое. Оно, естественно, сейчас зима, поэтому, если я подъезжаю куда-то в какое-то кофейное место, да, если контейнер наполнен замерзшим кофем, то вы можете представить, сколько этот контейнер весит. Кстати, объем контейнера, я не знаю, в литрах, но он 64 галлона. Вот, американских галлона объем этого контейнера. Поэтому представьте себе, наполненный контейнер нужно опрокинуть, подвести к траку, и потом щупальца уже закинет контейнер именно в трак. Поэтому на некоторых объектах можно иметь 12 контейнеров, может быть, всего лишь один контейнер стоит. Поэтому работа такая физическая, надо все время прыгать из трака в трак. Здесь ступеньки очень такие... Я сижу достаточно высоко, значит, я нахожусь на высоте, вот, если бы рядом стояла обычная пассажирская машина, вот я нахожусь на высоте ее крыши. Поэтому так вот, по этим ступенькам тоже вот такие вот нюансы. Еще, естественно, это относится только, опять-таки, к моей работе. Сейчас зима, ну или не зима, апрель, не знаю, как это назвать. Достаточно холодно. Да, контейнеры пока что не пахнут. Такой вот нюанс. Летом в некоторых местах такое серьезное амбре, можно так сказать, от некоторых контейнеров издается и не для слабонервных, не для людей со слабым желудком. Так что тоже я уже, конечно, привык, меня ничем не удивишь. Вот, и тем более, как я уже говорил, за зарплата, которая на 25% превышает то, что я зарабатывал механиком, я готов закрыть глаза на такие вот нюансы. Так что вот такие вот детали нужно помнить в этой стране, где все, здесь все эффект домино. Значит, все, что вы делаете, все проглядывается, все смотрится, рассматривается. Состояние машины, что вы делаете на дороге, опять-таки тот же самый GPS. Поэтому во многих компаниях так, даже в некоторых компаниях в кабине висит камера. И вживую ваш начальник может увидеть, что вы в данный момент делаете за рулем. Поэтому если вы едете по дороге, по GPS, у него на телефоне это, кстати, проглядывается, да, я это видел. На GPS написано, и вы едете там 100 км в час, и вы делаете вот так. Ведя машину 100 км в час, которая весит 15 тонн, то вы не очень профессиональный водитель. Особенно если есть камера и вас увидит. Вот за такое в нашей стране, или вот вы вот так вот едете с телефоном, да. За такое в нашей стране здесь дают достаточно хорошие штрафы. И не обязательно вот этой вот инстанции от департамента транспортации. Это просто обычная полицейская машина. У меня тоже есть рация, да. Если я просто говорю по рации, то за это можно получить штраф в размере 475 долларов. Один чувак, кстати, у нас недавно получил такой штраф. И компания за него не защитилась. У них есть там в каких-то нюансах, в каких-то случаях есть какая-то защита против чего-то. Но точно я вам сказать не могу. Я с этим никогда не сталкивался. И лучше, наверное, чтобы я не сталкивался с этим. Я знаю, что он получил вот такой штраф. Почти 500 баксов. Просто за то, что он по рации вот так вот рацию держал. И его полицейский просто заметил. Еще есть такие... Случается такое, что большинство... Например, почему-то, я не знаю, я вот в этой индустрии нахожусь всего лишь 2 года. Многие водители не пристегиваются. Я знаю, что вы сейчас, может быть, смотрите в России, где никто не пристегивается. Или уже, может быть, начали пристегиваться. Потому что законы физики работают так же, как и везде. Но я заметил, что многие водители просто не пристегиваются. И частенько, что делает наш начальник, потому что у него есть GPS. Он может поехать куда-нибудь и ехать вам навстречу. Может ехать вам навстречу и посмотрит, если у вас есть... Если у вас одет ремень. Он просто может сделать так, что он встанет, например, на перекрестке прямо напротив вас. И частенько, когда вы работаете, когда вы находитесь где-то в другом месте, в своих мыслях, вы просто едете, думаете о чем-то или думаете о следующей остановке. Мало ли что, вы можете просто его не заметить. Или они могут ехать сзади вас. Ваш босс, ваш непосредственный начальник может сзади вас ехать и просто смотреть, как вы едете. Показываете ли вы поворотники, превышаете ли скорость, подрезаете ли вы кого-нибудь. Поэтому нужно просто ехать по струночке и вести себя профессионально. Потому что никогда не знаете, во-первых, GPS, во-вторых, начальник может быть в любом месте. Они могут быть на разных машинах с логотипами, без логотипов. Поэтому себя вести всегда на дороге. В других компаниях еще какие-то, может быть, жесткие меры, я не знаю. Но в нашей компании вот такие вот дела. Поэтому хотел вам тоже рассказать про такие нюансы. Обед мой почти уже закончился. Иногда вот лучше не брать обед. Можно просто перекусить и поехать дальше, чтобы закончить день раньше. Но тоже, опять-таки, баланс работы и времени с семьей тоже играет роль. Значит, можно взять обед подольше, именно полноценные полчаса. Потом приехать на какой-то объект. И там уже будет в загрузочной зоне стоять какой-нибудь другой трак. И будет блокировать, например, ваши контейнеры. Или, опять-таки, если вы водитель, просто там разводите что-то по городу. Все тоже зависит от времени, когда вы куда приедете. Тоже может зависеть. И сейчас я вот сказал про время, чуть не забыл. Здесь тоже есть законы насчет того, сколько времени вы можете провести за рулем. По законам в Альберте, насколько я знаю, за рулем примерно максимум можно провести 13 часов. Значит, есть три категории времени, которые вы проводите. Есть три категории времени на листе, который вы заполняете для отчетности. Это время вне работы, значит, время дома. Потом время за рулем на работе. И время на работе, но не за рулем. Значит, максимум количества времени, которое вы можете провести на работе, будучи водителем, это 14 часов в сутки. И из них, как минимум, 10 вы должны провести не на работе. Значит, отчетность, там вот такие линии нужно рисовать. В общем, отчетность должна идти за 24 часа. Каждые 24 часа идет отчетность. Чтобы всегда можно было посмотреть, сколько вы отдыхали, сколько вы работали, сколько времени вы провели не за рулем. Сколько времени вы провели за рулем и насколько вы уставший. Значит, максимум можно провести на работе 14 часов. Учитывая вот то, что у меня маршруты, например, когда зима, да, были такие моменты, когда приходилось ездить 12-13 часов, 12-13 часовой день. Значит, я начинаю в 6, ну и примерно в 6 я заканчивал. Значит, примерно 12 часов. Нужно всегда не забывать, что вот из этих 14 это вот час. Там, например, нужно успеть доехать до базы. Значит, после 14 часов вы не должны находиться не за рулем и не на работе. Поэтому нужно всегда думать. Поэтому есть до вот этого инцидента, до этой аварии, о которой я говорил в начале видео, да, когда погибло очень много детей, автобус там был сбит большой фурой. До этого было много компаний, в которых вот эти вот все правила, вот эти 14 часов, вот это все нарушалось. Вам звонит диспетчер, давай-давай, вперед-вперед. В общем, хватает больше кидать дальше, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И часто эти все правила просто нарушались. Сейчас же, естественно, опять, когда гром грянул, все эти правила абсолютно теперь просто все компании соблюдают. Значит, теперь, когда вы знаете, что вы уже отработали очень долго, и вам диспетчер говорит, еще-еще, там надо забрать какой-то вызов, там какой-то контейнер, или там надо забрать какие-то продукты, неважно, чем вы занимаетесь, но вы водитель, да, и вы уже смотрите по своему там вот временной отчетности, что у вас уже поджимает время, вы можете спокойно отказаться. Вы можете сказать, мне не позволяет время. Я использовал уже свое время за этот день, и все. При этом вот с этими временными стандартами как минимум 10 часов вот должно быть отдыха. Я не помню, если я об этом сказал. Так что, когда вот уже время поджимает к 14 часам, да, вы должны им сказать, что пока я приеду на базу, пока то, пока се, все, я этот вызов делать не могу. Поэтому, естественно, в наше время уже после этой аварии все уже прям по струночке соблюдают это все дело. Но до этого было несколько компаний в городе, которые вот прям с холостом, без пряника, просто пользовались водителями на полную катушку. И, может быть, даже какое-то количество аварий можно к этому приписать. Так что, вот такие вот детали я хотел вам рассказать еще о вождении здесь и о том, как же здесь быть водителем и просто вот работать на компанию. Еще что я могу сказать. Есть в компании бенефиты, в общем, льготы. Например, компания покрывает у меня, кажется, 80% дантиста. В общем, много еще всякие разные медицинские услуги покрываются, хотя здесь медицина бесплатная. Но дантисты, вот эти все костоправые, это все не бесплатное здесь, поэтому дантисты – это самое дорогое, что здесь, мне так кажется. Или ортодантисты – это самое дорогое, что здесь. И тоже хорошо попасть в компанию, где нормальные сверхурочные, где есть, что называется, бенефиты. Бенефиты обычно вступают в действие после трех месяцев. Значит, когда вы проходите такой вот пробный период, после трех месяцев вас приняли на работу, вы просто спокойно ездите уже. Значит, здесь вот везде есть такие вот пробные периоды в течение трех месяцев. И в течение этих трех месяцев к вам могут без причины подойти и сказать, что ваш сервис больше не нужен. После трех месяцев уже совсем немножко другие правила. Там уже работает правило как бы трех косяков. Первый косяк, второй, третий. Все, до свидания. Так что вот такие вот детали я хотел вам еще рассказать. Я считаю, это важные моменты, нюансы. Поеду я дальше на маршрут. Время сейчас уже где-то 12. Я работаю уже 6 часов. Так что сейчас коронавирус. Есть, конечно, даже в мусорной индустрии небольшой спад. У нас, кстати, будут поговаривать, что будут увольнения. Вроде то, что я делаю, делаю только я в компании. Поэтому есть еще один чувак, который делает южные районы города. Я делаю северные районы города. Вроде нас как бы никто не затронет. Но есть чуваки, которые забирают именно такой вот большой вилкой, да, большие контейнеры. Они потеряли очень много бизнеса, потому что многие места просто закрыты. Они просто отказались от бизнеса на данный момент. У них до сих пор стоит контейнер. Но контейнеры пустые, поэтому забирать нечего. У меня немножко другая ситуация. У меня органический мусор. И у меня 50 на 50, я бы сказал, или 30 на 50. 30 процентов это коммерческий бизнес. Это вот такие вот площади, на которой я сижу сейчас. И разные рестораны, забегаловки имеют органический мусор. В принципе, отходы еды, которые они выкидывают. Все равно рестораны, забегаловки в данный момент работают на вынос, на вывоз с доставкой, бесконтактной доставкой. В общем, сейчас это уже все началось. Они до сих пор работают. Значит, кухни до сих пор работают, кофейни. В общем, кофейные места до сих пор работают. И органический мусор копится. Особенно, естественно, где я, может быть, потерял немножко на коммерческой стороне, я получил больше контейнеров, или они наполняются больше теперь в жилых комплексах. Потому что многие люди просто сидят дома. И поэтому мусора стало больше. Поэтому, в принципе, в том, что я делаю, органическая программа, как она называется, у меня все пока что окей. И вроде увольнять меня никто не собирается. Значит, в эту пятницу должны быть кое-какие-то увольнения. Временные они или нет, я не знаю. Но вот такие дела даже в мусорной индустрии, казалось бы, индустрия, которая может выставить в любое время, в любой кризис, потому что мусор никуда не пропадает, мусор не спит, как у нас говорится. Все равно происходят такие изменения. Такое время наступило. Вот такой вот вирус интересный. Так что вот такие вот дела. Поеду я дальше. После, в конце дня я буду скидывать вес. Уже вот все, что я набрал. За день у меня набирается примерно, скажу вам, 3-5 тонн органического мусора. Значит, мой трак и еще один чувак, значит, 2 трака, примерно 10 тонн мусора, в принципе, не попадает на городскую помойку, а идет на компост, на переработку, на удобрение. Мы, в общем, это все привозим в отдельное место. Там мы это все скидываем, там оно сортируется, перекидывается в большие такие фуры, и потом уже отвозится на какие-то фабрики, там, на переработку. Я вам покажу в конце дня вот это место. Мне, кстати, осталось совсем недолго, пару часов максимум. 8 часов я сегодня наработаю, может быть, чуть-чуть получится переработки. Покажу вам это место, потому что там, что интересно, есть, как бы, отделение, куда я привожу мусор, а есть отделение, куда привозят продукты. Продукты со всех продуктовых магазинов, большие фуры привозят нам продукты, где они скидываются потом в общую кучу. Туда привозятся короткие просто бананов, там, манго, я не знаю, какая-то зелень, овощи, фрукты, конфеты. В общем, привозится все, что вот магазин почему-то списал. И иногда мы там открываем эти коробки, иногда прикольно проверить вообще срок годности. Иногда привозят вот просто целый, я не знаю, фургон воды. Не знаю, что с этой водой, но никогда не знаю, что с этим грузом. Что-то могло подвять, что-то могло там покрыться мхом, что-то перемерзло, подмерзло, не домерзло. В общем, здесь жесткий контроль качества, я считаю. И поэтому некоторые вот такие вот продукты, именно вот такими гигантскими скидами, как они здесь называются, скид, это такая вот большая, в общем... Ну и вы увидите в конце видео, я вам покажу, где же я скидываю вес и все такое прочее. Вы увидите, что на смарку просто уходит неимоверное количество продуктов каждый день. Я вам покажу, это будет очень круто, я думаю, для контента. В общем, поеду я дальше. Тогда уже следующий сегмент буду снимать, наверное, когда буду подъезжать к тому месту, где буду скидывать вес. Поехали. Ну что, закончился мой день. Все, что я скидываю, попадает вот в ту кучу на моем заднем плане. А сейчас я вам покажу то, что обещал. Вот, пожалуйста, горы продуктов, которые сюда попадают. Это вот хлеб, овощи, не знаю, что тут, салаты, салаты, горох. В общем, вот такая вещь, называется скид. Да, вот когда вот так вот все запечатано и стоит на такой платформе, это называется скид. По-английски, не знаю даже, как это называется, по-русски. В общем, здесь в большинстве овощи, овощи, что-то подмерзло, что-то... В общем, да, что-то просрочилось, естественно. Так что вот, пожалуйста, вот столько продуктов просто на смарку. Это все будет выброшено. Вот тут что-то свежее, грибы, что-то еще. В общем, все здесь, оно просто пропадет. Так что такие вот дела. Пойду сейчас заполнять бумажки. Еще кое-что вам покажу и расскажу в плане отчетности. Значит, хочу вам показать именно, как выглядит отчетность водителя. Вот, например, вот три колонки. Это вот время на работе, это время на работе но вождение, а это время на работе, но не за рулем. Так что цифры вот в этой колонке должны равняться 24. Значит, 5 апреля, было воскресенье, да, 24 часа я был не на работе. 0-0. Водил я 0, естественно, здесь 0. Значит, сегодня, сегодняшний день. В 6 часов я начал, пошла работа, полчаса я проверял машину, здесь вот время вождения, да, потом полчаса я остановился, вот это вот все сделано 15-минутными интервалами, да, здесь я остановился полчаса на обед, дальше ехал, приехал в 2 часа на базу, разгрузился, все такое прочее, и опять-таки примерно в течение получаса проверял машину. В 4.30 я отписался. Вот, и так вот и получилось. 15 с половиной часов я провожу не на работе, значит 7 часов я провел за рулем и полтора часа в общей сумме я провел на работе, но не вел машину, значит, проверял трак, был на обеде, проверял трак, значит, полтора часа в сумме равняется 24 часам. Вот такая вот отчетность. Нам в нашей компании по идее эта отчетность не нужна, такой еще нюанс, коммерческим машинам или водителям вот эта отчетность по идее не нужна, если вы оперируете в радиусе 160 километров от вашей базы. Большинство компаний вот это, в большинстве компаний уже особенно вот фуры, дальнобойщики, вот эта отчетность существует просто в электронном виде. Наша компания в общем запрашивает вот это вот, чтобы это велось, как бы велся учет, но для инспекторов, которые вас могут остановить, им это не нужно, потому что они это не запросят, потому что не должны запрашивать, потому что на на моем траке есть наклейка прямо вот на окне водительском, что эта машина оперирует в радиусе 160 километров вот от своей базы. Значит, я не, я просто в городе, поэтому никакие 160 километров я даже не отъезжаю от своей базы. В день я наезжаю примерно 150 километров. Вот такие вот дела. Вот так вот это выглядит. И иногда иногда это выглядит вот такая же отчетность, только в форме буклета. Там еще написаны часы на двигателе, километраж и все такое прочее. у нас это все записано на отдельной бумажке тоже. Так что вот так вот это выглядит, чтобы у вас было представление получше. Вот. Как же здесь работает вот такая водительская отчетность. И вот эти вот бумажки естественно у дальнобойщиков запрашивают частенько, когда их останавливают. Ну что, подошел к концу мой день. Время сейчас 3 часа дня. Дни сейчас чуть-чуть покороче из-за вируса. Машин на дороге не так уж много, поэтому дни мои проходят немного быстрее. Обычно так я работаю примерно 10-9-10 часов в день. Сегодня получилось всего лишь 8 с половиной. Надеюсь, у вас теперь есть небольшое представление, каково же оно быть водителем в Канаде. Рассказал вам некоторые нюансы. Спасибо вам за просмотр. Вы были на канале Канада Лайф. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, что у вас были оповещения о новых видео. Оставляйте комментарии, если вам что-то интересно, какие-то вопросы. Мне не жалко ответить. Абсолютно не сложно. Подписчиков у меня не так уж много пока что. Так что надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо за просмотр еще раз. До следующих видео. До встречи. До встречи. субтитры подогнал «Симон»!